140 тысяч человек это 0,1 процента населения Российской Федерации. Это очень мало. Привет, друзья! Это дядя Артем из хижины дяди Темы. Тема у нас сейчас пойдет большая, грустная, и я разбил ее на две части. В общем-то, это главная новость российская, которая случилась под занавес 2021 года. И в каком-то смысле, ну в таком символическом, скажем так, смысле, может быть, это вообще одна из главных российских новостей истекшего периода. Разумеется, я имею в виду запрет, полную ликвидацию и разгон в России общества-мемориал. Общество, оно как бы там было из двух частей. Я плохо разбираюсь во всей этой административно-юридической части. Был международный мемориал, был правозащитный центр, мемориал. Вы все, я думаю, прекрасно представляете, что это за общество. И оба мемориала были в течение двух дней ликвидированы. Занимался мемориал, как вы знаете, в основном расследованием и увековечением сталинских репрессий и, соответственно, жертв этих репрессий 30-х, 40-х, 50-х годов. Правозащитный центр мемориал, кроме того, ввел учет репрессий политзаключенных в современной России. Я думаю, что в первую очередь именно по этому мемориалу и досталось. Организация старая, существует с конца 80-х годов прошлого века, основана была легендарным академиком Сахарова. Ну, в общем-то, мы об этом с вами уже говорили. И я прекрасно помню, что я тогда сказал, что совершенно не обязательно, что мемориалы ликвидируют, потому что будет идти вокруг этого борьба и потому что есть как бы аргументы и за, и против. И, в общем-то, я оценивал вероятность разгрома мемориала, ну, как 50-50. 50% что помилуют, ну, 50% что казнят. В результате, как мы знаем, мемориал казнили. И, в общем-то, это как бы, ну, с одной стороны это понятно, потому что в чекистском государстве организация, которая расследует преступления чекистов, НКВДшников, это как бы такая совершенно инородная опухоль, которая является и классово чуждой, и кастово чуждой, и вообще как бы должна раздражать и очень сильно самого чекиста Путина, ну, и, естественно, его ближайшее окружение. С другой стороны, и это тоже надо принимать к сведению, мемориал, организация, в общем-то, не политическая, то есть это не политическая партия, это не сборище каких-то, значит, протестных активистов, которые устраивают уличные акции и так далее. Это не средства массовой информации, которые занимаются разоблачениями правящего режима. В общем-то, институция, мемориал достаточно, достаточно безобидная, скажем так. Тем не менее, тем не менее, невзирая на это все, Путин пошел на то, чтобы мемориал ликвидировать. Да, кстати, то, что все это было сделано абсолютно сведомо Путина, это совершенно очевидно. Козвенным доказательством этого может явиться даже то, что когда пресс-секретаря Путина Пескова попросили прокомментировать разгон мемориала, он, что довольно редко с ним происходит, он отказался вообще высказываться на эту тему и как-то все это дело комментировать. В общем, понятно, понятно, что Рыльцев пушку, то есть не мог Песков сказать, что Путин об этом ничего не знает, потому что Путин наверняка об этом знал. Не мог он об этом сказать в том духе, что Путин был против разгона мемориала, потому что это было бы совсем абсурдно. В общем, короче говоря, понятно, что инициатива тут и основные там все эти энергетические линии исходили именно из Кремля. Но то, что это было сделано, вопреки огромным протестам, то есть и всякие нобелевские лауреаты высказывались против, включая Горбачева и Муратова, и деятели культуры, деятели науки, огромное количество всяких статусных иностранных деятелей и так далее. Не, нифига. Взяли, взяли и прихлопнули мемориалы. Ну, опять же, еще при том, что, разумеется, это все имеет такое явное символическое значение, типа раздавили память, потомки палачей оправдывают, значит, своих кровавых предков. Ну, в общем, понятно, что. И я вот подумал, что все-таки могло в конечном итоге принять Путина такое достаточно рискованное и достаточно, ну, скажем так, нерациональное решение, учитывая, повторяю, безобидность мемориала, политическую безобидность. Думаю, что это то, что народ российский абсолютно на защиту мемориала не встал. Была подана петиция в защиту мемориала, которую за месяц с лишним подписало всего 140 тысяч человек. 140 тысяч человек – это 0,1% населения Российской Федерации. Это очень мало. Кроме того, вы, наверное, слышали всякие, ну, довольно-таки шокирующие на первый взгляд результаты социологических опросов в России, по которым там самый великий деятель российской истории и вообще лидер и кумир – это, естественно, Иосиф Сталин, где ностальгия по СССР просто зашкаливает, причем хотят назад в СССР не только пенсионеры, но и молодые люди, которые почему-то прониклись сознанием того, что жить в тоталитарной стране – это очень клево. И, в общем-то, можно сказать таким образом, что разгром мемориала, ну, не то чтобы был какой-то такой сформулированный общественный запрос на то, что давить надо этих самых, которые нашего любимого Иосифа Виссарионовича позорят. Не было, конечно, такого прямого запроса, но вот как бы такое общее молчаливое одобрение этого гнусного акта, оно было. Оно было, и я думаю, что для Путина это намного важнее, чем крики и стенания всяких великих писателей, и ученых, и западных, а также отечественных, естественно, правозащитников. Тем более можно забить на ту часть российского населения, которую иногда оценивают в 10%, иногда в 15%, которые активно недовольны тем, что происходит, которые протестуют и так далее. В общем-то, с одной стороны, их не так уж много, это явное меньшинство населения, с другой стороны, это меньшинство еще и уменьшается, поскольку эти люди уезжают и уезжают из страны, и буквально каждый день мы слышим о том, что кто-то уехал из активистов, из политиков, из журналистов и так далее. Ну, а большинство страны, ну вот я вот думаю, не видел еще никаких социологических данных, но вот я вот думаю, что если бы провели в России честный социологический опрос на тему, как вы относитесь к ликвидации мемориала, думаю, что примерно половина населения сказал бы нам и уху. Вот, еще процентов 35 сказала бы, вот и правильно, что разогнали, и нечего там клеветать на наше славное прошлое, ну и, соответственно, осталось бы 10-15 процентов тех, кто высказался бы на эту тему отрицательно. И, в общем-то, в Кремле, в Кремле это явно понимают, и цинично этим пользуются. Вот, чего я не понимаю в этой ситуации, это, конечно, родной российский народ я не понимаю, потому что, по-видимому, как-то совершенно отшибло, я уж не знаю, естественным или искусственным образом, но память отшибло напрочь. А память эта, по идее, должна была бы подсказывать народу то, что при Сталине ссылали миллионами в ГУЛАГ и расстреливали миллионами не только, там, условно говоря, буржуев, попов, иностранных шпионов, жидов, интеллигентов и кого-то там еще, а расстреливали на самом деле всех подряд, включая пролетариев, крестьян, домохозяек, детей, кстати, тоже, ну, если не расстреливали, расстреливались начинались с 14 лет, на всякий случай, скажу, но ссылались, скажем, тоже во всякие детские лагеря. Так вот, это касалось всех, в том числе и самых, что ни на есть, ватников, который вот был абсолютно благонадежен, жил там у себя в Южном Бирюлево, имел портретик Путина на стенке где-нибудь и так далее. К нему тоже, к нему тоже приходили и забирали, и они кричали, это ошибка, да я, да я за Путина пасть порву. Нифига, логика, логика репрессий совершенно иная. Заключается она в том, что важно не только и не столько репрессировать, сколько вообще запугать к черту, растоптать, и растоптать всех, растоптать абсолютно всех. И для этого достаточно любой анонимки. сосед ваш по Южному Бирюлеву с лестничной площадки, им очень нравится ваша квартира. И вот он вот строчит письмишко, что такой-то, такой-то слушал голос Америки, я сам это слышал через стенку, иностранный агент. И опаньки, и взяли вас, и никто не будет разбираться, слушали вы голос Америки или не слушали. Америки возьмут под белые рученьки и сделают с вами все, что захотят. Вот, ребята, чего вы добьетесь своим абсолютным пох***мом. Я уже не говорю о том, чего вы добьетесь со своим сталинизмом. Пожрет вас сталинизм-путинизм. Точно так же, как пожирает журналистов, политиков и активистов. Можете быть в этом абсолютно уверены. Так что я, конечно, понимаю, что мемориал – это не QR-коды, и уж тем более не пенсии. Но имейте в виду, что эта история касается вас в ничуть не меньшей степени. Ну, я правда думаю, что подписчики «Хижины дяди Тёма», они, конечно, никак не латники, не портянки и никто. Они все это и сами прекрасно понимают. Ну, может быть, если вам придется как-нибудь ввести беседы и разъяснительные разговоры с этими самыми ватниками-путинистами и так далее, вот можете им привести примерно такие аргументы. Аргументы, в общем-то, очень спокойные и не вызывающие ни малейших сомнений. Это был Дед Артём, часть первая, саги о ликвидации мемориала. Смотрите через день второй, часть вторую. Пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.